здравствуйте виноградари вы снова на канале виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин по сортам винограда как-то я отстал остался еще в двадцатом веке новых сортов у меня нет ну вот сегодня приступил к срезке такого сорта как восторг кстати по осам как раз в тему прилетел вот шершень наверное так он называется мешочки я не одеваю на ягоды связано это с тем что вот в моем районе ну где-то лет шесть-семь назад я боролся еще довольно активно с осами с шершнями ставил ловушки но вот скорее всего что выловил практически всех ну мне так показалось потому что если от меня примеру отойти на пол километра то ос достаточно на виноградниках и они очень сильно повреждают и вот скорее всего что на самом деле они не летают очень далеко вот в этой гроздочке которую вы видите ни одна ягода не вырезана вот только одну из них вот разрабатывают осы потихоньку и и кушают вот такой внешний вид так что повреждений практически и нет этому кусту лет восемь если взять общую урожайность ну наверное будет килограмм двадцать пять на этом кусту будет может быть чуть больше может быть чуть меньше часть гроздей а вот уже срезал это четыре грозди сейчас я их взвешу посмотрим какой у них вес ну я думаю около килограмма самая большая будет у восторга вот такой интересный загар эта сторона вот которую я сейчас вам показываю это восточная сторона и здесь солнце бывает только ну наверное до 10 часов утра тем не менее вот такой загар красивый у этого винограда тем не менее вот такой красивый загар в общем то вкус обычный кожица съедается мне например для еды такой виноград нравится он может долго храниться ягода почти не осыпается с грозди но вот такой у него вид по нормировке по последним лозам на плодовых стрелках я часто оставляю по две грозди вот допустим эти две грозди это наверное под три килограмма будут весить здесь довольно большие но вот уже следующая грозь допустим гораздо меньшего размера здесь возможно будет и 500 грамм и вот таким образом я и нормирую чтобы как бы уравнять количество гроздей количество побегов и например в среднем на два побега у меня будет там определенное количество килограмм готового винограда если бы я просто действовал так прямолинейно я бы удалил верхнюю гроздь и в результате здесь бы у меня был недогруз и там был тоже недогруз а так в общем то получается что нормально нагруженный куст но вот по срокам тем более этот сорт ранний можно его немножко подгрузить потому что время для возревания ему будет достаточно и вот даже лоза желтая уже начинается возревание хотя сегодня у нас 17 августа листья я не удаляю в нижней части там где находятся грозди даже осенью считаю что они продолжают работать и очень интенсивно и на куст и на грозди вот так они прячутся за листьями и вот эта сторона шпалеры у меня западная здесь больше солнце но тем не менее загара вот за счет вот этих листьев гораздо меньше на ягодах и в общем то кстати по загару кому что нравится некоторые предпочитают ягоду с загаром кажется так она красивее интереснее а некоторые предпочитают наоборот вот такую без загара матового цвета ну вот такой красивый вид многие виноградари вот именно сейчас под моими роликами где я проверяю различные народное средство спрашивает что делать именно вот чем обрабатывать виноград момент его созревания и вот я хочу вам показать вот на этом примере как я это делаю последняя обработка по этому винограду была где-то в районе наверное 17 июля сегодня у меня 17 может даже 18 августа то есть прошел месяц обработка была квадрисом квадрис срок ожидания 25 дней то есть я как уже говорил обычно я так и делаю добавляю немножко к стандартному сроку ожидания возможно неделю пять дней ну либо стараюсь хотя бы попасть в этот срок полностью под защитное действие у этого препарата в районе 10 14 дней но погода была сухая до этого поэтому я считаю где-то около 14 дней а вот следующие 14 дней я прошел без всякой обработки не обрабатывал ни хорусом никакими народными средствами и здесь нет ни мильдью ни аидиум хотя этот сорт это восторг но более-менее устойчивый к мильдью ну хотя аидиум его повреждает единственное появились на некоторых гроздях подгнившие ягоды это скорее всего что какая-то гниль но я их просто вырезал это было наверное последние дней пять я их просто вырезал и в общем то внимание не обращал сейчас покажу какие это были гнилые ягоды где-то еще остались не нашел я на гроздях но вот срезанные ягоды сейчас вам покажу вот такой они носили вид ну в общем сложности я срезал наверное около 20-30 таких ягод на куст вот тоже такого они вида вот эти загнивания ну скорее всего что какая-то гниль и вот это единственное повреждение которые были на этом винограде вот в течение последнего месяца и как я уже сказал месяц назад была последняя обработка квадрисом он работает и против аидиума и против милдью а последние две недели идет защита как я говорю на автопилоте то есть обычно вот такого времени две недели без обработки вполне хватает чтобы получить нормального качества урожай и успеть срезать все грозди до сильного повреждения вот таким образом применяя химию я все-таки стараюсь уходить от обработок в последние моменты и не применяю вот те народные средства о которых я вам рассказываю из-за недостаточно крупной ягоды можно подумать что восторг очень сильно уступает современным гибридным формам с крупной и окрашенной ягодой но это не так и как мне кажется это уже проверенный временем сорт который от именно сорт который довольно неплохо противостоит болезням я его даже при обработке своего виноградника немного обхожу стороной и несмотря на это болезни на нем я практически никогда не замечал и главным достоинством я считаю то что этот сорт никогда ни при каких условиях не трескается то есть ягоды выдерживают любые затяжные дожди на наших виноградниках и вот это считаю основным и определяющим условием для выращивания этого сорта у себя на винограднике конечно если выращивать виноград для рынка то он будет очень сильно уступать современным форум но там как повезет то ли будет хорошая погода то ли будет дождливая погода и не все гибридные формы современной селекции выдерживают эти испытания сорт ранний созревание 110 120 дней и хотя ягоды не очень крупные около 6 7 грамм но это компенсируется хрустящей мякотью и съедаемой кожицей по вкусу вкус обычный как говорят гармоничный еще одним из достоинств этого сорта считаю то что грозди этого сорта могут находиться длительное время на кусту после созревания при этом они не теряют ни вкус ни качество для получения крупных гроздей как мне кажется нужно оставлять не более 20 побегов на куст при большем числе побегов получается грозди от 0 5 до 1 килограмма ну вот приблизительно как у меня и получается морозостойкость составляет минус 25 градусов но использовать без укрытия такой сорт тоже мне кажется нецелесообразно взвесил я некоторые грозди вот такие они около килограмма 800 грамм возможно чуть больше но кстати у меня по восторгу больших и никогда и не было но еще скорее всего что связано это с тем что я все-таки оставляю большое количество побегов то есть у меня на куст обычно таких гроздей может быть и 40 и 50 то есть не та у меня немножко технология когда оставляют один побег и грузят две огромные грозди то есть выбирают только самое лучшее я немножко по-другому поступаю но вот за счет количества гроздей урожай у меня тоже немножко повышается а с вами был юрий егорутин до скорой встречи до свидания пока